Добрый вечер, уважаемые телезрители! В студии прямого эфира программы «Сегодня» для вас работает журналист Антон Хатиновский и мой сегодняшний гость Ирланд Исиханович Ахашев, заместитель начальника департамента ПЧС Алматинской области, подполковник гражданской защиты. Добрый вечер, Ирланд Исиханович! Добрый вечер! Мы знаем о том, что в последнее время, вернее с начала года наступившаяся пандемия коронавируса, она внесла коррективы во все абсолютно наши сферы жизни, куда буквально не посмотри, везде внесены какие-то, произошли какие-то изменения, либо положительные, либо отрицательные. Но все равно мир меняется, как нас и предупреждали об этом. Скажите ли, повлияла вот пандемия коронавируса на работу служб ЧС? И появились ли в вашей работе какие-то изменения или новшества, связанные с этим? Ну, Антон, во-первых, как так, пандемия большого влияния не оказала на работу ДИС, органов гражданской защиты. Дежурные службы как и работали, так и работают в данный момент в штатном режиме. Ну, соответственно, согласно указаниям постановления главных санитарных врачей, были приняты все меры для обеспечения санитарной безопасности личного состава. Используя дезинфекцию, проводились инструктажи по поводу правильного соблюдения данных норм. И, в принципе, разве что она повлияла на профилактическую деятельность. Это работа у нас инженер-инспекторского состава, которая была переведена на тот период до послабления основного в онлайн-режим. Работали по профилактике при помощи соцсетей, зумов и так далее. То есть это в тот период, когда нельзя было выходить на улицу, общаться с гражданами? Да, когда были усиленные меры и так далее, проводились мероприятия. И активно тоже помогали, участвовали. Это у нас привлекались автомобили, которые обороны сильноговорящими устройствами для оповещения населения в общественных местах, а также на улицах. Я напомню, что в нашей сегодняшней беседе могут принять участие все желающие наши телезрители. Телефон прямого эфира студии, код города Талдыкургана 87282 40 0109. Звоните, задавайте свои вопросы прямо сейчас. Скажите, пожалуйста, второй вопрос такой. Сколько все-таки чрезвычайных ситуаций произошло на территории Алматинской области с начала года? И какие виды самые распространенные? Много видов различных. Ну, я вам скажу за отчетный период, чтобы более быть точным, это у нас произошло 756 чрезвычайных ситуаций в текущем году за 8 месяцев. Сравнением с прошлым годом у нас идет снижение на 32%. На основной вид чрезвычайных ситуаций, это у нас обычно техногенного характера, это бытовые природные пожары. В общей сложности, если брать из общего числа, это превышает порядка 80%. 695 случаев, если точнее быть, произошло в этом году за 8 месяцев. А кто зачастую виноват в происходящих чрезвычайных ситуациях? Я имею в виду пожары природные или еще где-то производстве, быту. Какова с этим ситуация? Виноваты ли в этом наши граждане? Или, может быть, сами по себе у нас загорается вдруг все? Ну, в целом, все-таки, я скажу, как мы все обыватели, вина ложится в большей степени, если в бытовых пожарах, то на самих владельцев, которые небрежно относятся к таким незначительным требованиям правил пожарной безопасности. Обычно у нас происходит все элементарно. Это неосторожное обращение с огнем, либо невнимательность при обращении с открытым огнем, а также присутствует детская шалость. Если по природным пожарам здесь и бывают природные явления, это в виде грозы, перелом лучей, это, например, оставшиеся стеклянные бутылки, тары, происходит пожар. Ну и, соответственно, на природных пожарах часто влияют отжиги населения, которые категорически запрещены в пожароопасный период. То есть при любом раскладе без рук человеческих тут не обходится. Вот вы сказали, что бутылка брошенная, стекло, все это творение рук человеческих. Я напомню, телефон прямого эфира, код города Талдыкургана 8-72-82-40-0109. Звоните, задавайте свои вопросы. Вы сейчас имеете такую возможность спросить то, что вас интересует в области безопасности и работы служб ЧИЭС. Следующий вопрос такого порядка, что, естественно, учитывая ландшафтность нашей области, различные ландшафты, различные природно-климатические зоны, насколько сегодня оснащены службы ЧИЭС и какие новые приобретения спасательной техники у нас имеются для того, чтобы работать вот в таком огромном пространстве. На этот вопрос вы ответите после того, как ответите на вопрос нашего телезрителя, которому удалось сейчас дозвониться. Говорите, пожалуйста, задавайте свой вопрос, мы слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер, говорите, говорите, пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте. Я житель Истелинского района, поселка Кораблак. У меня такой вопрос. Я живу в частном доме, вот поселка Кораблак. Ко мне уже несколько раз, каждый год, вот приходят сотрудники пожарной части. И это дело ЧИЭС. Ну, я хотел вопрос задать, это законно ли? Хорошо, спасибо. Законно ли посещение сотрудниками ЧИЭС наших граждан по нескольку раз в год и ежегодно? Ну, вопрос понятен. Да. Если взять так, наша область, одна из густонаселенных, и проживает большей частью этого у нас в сельской местности. В данный момент поселок Кораблак тоже является сельской местностью. Там преобладает у нас население, которое проживает в частных жилых домах. Данное посещение, оно является законным, которое обосновывается и основывается на постановлении Акима области о проведении пожарно-профилактических мероприятий в жилом секторе, в месяцах пожарной безопасности. Данная цель работы, это что сотрудники посещают дома без контакта, скажем так, посещения самого дома, если их не пригласят сами владельцы домов. Но их обязанность это предъявить служебное удостоверение, разъяснить цель ихнего визита и провести профилактические меры рекомендательного характера. То есть провести элементарный инструктаж. А вот вы сказали, что без приглашения, то есть хозяин дома, владелец, если у него возникли какие-то вопросы в области пожарной безопасности, то есть он может этого инспектора, который пришел с какими-то вопросами, пригласить к себе домой? И, например, проверить электропроводку, посмотреть состояние печного отопления? Да, я думаю, он может, и это, мне кажется, нужно. Если он сам, например, не все мы понимаем тонкости в этом направлении, но инструктаж у нас проходит все сотрудники, потому что туда задействованы в большей степени сотрудники пожарных частей, просто в народе говорят их бойцы, водители и так далее. Они проходят инструктаж, они все знают приблизительно, и их приглашают в основном посмотреть, в каком состоянии печь, и есть ли угроза возникновения пожара. Они им разъясняют в том деле. И все их пощения, они, естественно, работают с предложениями. У нас так называемый корешок предложения, где остается отрывная часть. Там указывается точно адрес, наименование, и она у нас фиксируется в специальном журнале. Да, просто так тоже не пощает какой дом. Вся работа, она фиксируется. Отлично. Вернемся к тому вопросу, который я вам задал до телефонного звонка нашего телезрителя. Так все-таки, каково на сегодняшний день оснащение служб ЧАЭС? Насколько сегодня наша служба спасения мощна и серьезна? Да, если взять изначально ваш вопрос, то у нас действительно географическое расположение в нашей области, оно порядка очень большая, так сказать. Там все виды ЧАЭС, возможно, присутствуют, разве что кроме цунами и вулканов. Поэтому предприняты меры. Исходя из анализа, проводятся мероприятия по этапному оснащению материально-технической базы наших структур. Если взять с 2014 года, это почти 6 лет, то у нас уже, если точнее быть, приобретено 140 единиц специальной техники. В нее ходят пожарные автомобили, специальные автомобили, это выдвижные автолестницы и так далее, средства судна по передвижению, также на воде, также снегоходы. Это все у нас приобретается. В этом году у нас уже порядка пяти приобретено автоцистерн с объемом мощности, это 8 тонн. Сейчас в данный момент 8-10 тонн. Приобретена автолестница выдвижная дополнительная. Ну и еще одно тоже новшество. В этом году приобретено у нас судно на воздушной подушке, которое мы базируем в Копчегайском водохранилище, которое позволяет также передвигаться по зеркалу озера и также на небольших расстояниях может она передвигаться по болотинам, песчаным. То есть достаточно серьезное подспорье. Подспорье, да. В этом направлении есть большие перспективы. Акимат области нас поддерживает. Также с республиканского бюджета выделяются необходимые средства и приобретаются точные единицы техники. Насколько мне известно, даже что у нас одна из немногих самых больших автолестниц в Казахстане имеется. Да, правильно. У нас имеется коленчатый подъемник, который у нас имеет возможность выдвижения на 52 метра. Он расположен на шассе базы «Мерседес». Очень удобная и сейчас современная техника, которая позволяет нам добираться до довольно высоких зданий и так далее. Я напомню, телефон прямого эфира. Код города Талдыкурган 8-72-82. Ну а наш телефон 40-01-09. Звоните и задавайте свои вопросы. Следующий вопрос такого порядка. Ежегодно жители Алматинской области волнуют один и тот же вопрос. Как наступает весна, как наступает тепло. Все поглядывают на окружающие нас реки, которые начинают то бурно, скажем так, шуметь, то практически затихают, то опять начинают шуметь. Скажите, ведется ли состояние мониторинга моренных озер, которые находятся в нашем краю, краю ЖТСУ? Их, насколько мне известно, очень даже много. И как ведется такая работа? И какие из них самые опасные для жителей? Да, наша область тоже так же располагает. Очень много моренных озер. У нас порядка, точно скажем, 680 имеется моренных озер. Они у нас расположены в хребтах Алатау, Илья-Алатовских хребтах. Из них порыва опасных у нас порядка 200. И потенциальная опасность, угроза, которую представляет, это 10 моренных озер. Они расположены в бассейнах рек. Это Ясык, Талгар, Каскелин, Тургейн, Саркан, Пиен. На данный момент у нас в этот сезон уже проведены превентивные мероприятия. Это сброс воды с этих моренных озер. Аварийные сбросы проводятся. И также у нас в государственном учреждении Каскелезащита проводится также постоянный мониторинг. Создаются посты. В этом году было создано 60 постов. Это у нас всесезонные и сезонные. У нас есть вопрос от нашего телезрителя. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. У меня такой вопрос. У моих родственников в прошлом году произошел пожар. Их оштрафовали. Получается, вы все штрафуете после пожара, не так? Спасибо. Очень интересный вопрос. Погорельцы оштрафованы, получается. Да, действительно. Данное мероприятие, которое проводится после пожара, у нас инспектора, которые наделены полномочиями применения административной практики, они штрафуют до действительности, если причиной пожара явилось нарушение правил пожарной безопасности, которые определены в данных правилах. И согласно кодексу об административных правонарушениях, статья 410, часть 1, там идет, если все-таки пожар произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности, они вынуждены привлечь их к административной ответственности. На данный момент физические лица, ну, если, скажем так, жилой дом, да, вроде бы сказали, или хозпостройки там горели. Физическое лицо, оно, если не привлекалось по данной статье в течение года, там идет предупреждение. Ежели он привлекался в течение года, там уже штраф идет 5 месяцев расчетных показателей. Да. Ну, если пожары происходят не по причине нарушения правил поджога, нарушение это бывает поджоги, даже бывает детская шалость, она не предусмотрена правилом пожарной безопасности. Данный материал поджоги передается по посредству полномочного органа, которые не предусматривают уголовные какие-то непредусмотренные ответственности, либо нет административной ответственности, то они списываются на минулотом на дело. Замечательно. Все-таки давайте вернемся к разговору о Марионных озерах. Вот для областного центра, какие озера опасны, где они расположены, в горах, где-то вот в текелях у нас, и какая работа проводится? Есть ли закрепленные какие-то вертолеты, там, я не знаю, воздушные средства, которые позволяют спасателям оперативно прибыть на вот эти озера, чтобы проверить их состояние? Да, я как только что сказал, на руслах рек у нас имеются Марионные озера 10 потенциально опасных. Они в плановом порядке ежегодно опорожняются. Для этого уже там на постоянно базированные сифронные трубы у нас, которые диаметром у нас 300 миллиметров, они находятся на месте. А также при помощи вертолетов туда доставляется по сезону личный состав, ГУК, Сельзащита и необходимое оборудование. Также проводится работа там на месте по углублению, либо расчистке этих сбросных каналов. В этом году у нас уже проведены там мероприятия, угрозы нету. В целом, если по 10 Марионным озерам сказать, то у нас уже там снижена отметка на более 5 метров. То есть можно спокойно посыниться? Да. Сброшено порядка при помощи этих каналов более 2 миллионов кубов, а при помощи сифонов более 3 миллионов кубов. В этом году проведена такая работа. На все это тоже выделяются средства из областного бюджета? Да. Они предусматриваются. Средства выделяются из областного, так и из республиканского бюджета. Вот сейчас уже осень пришла, становится достаточно прохладно, и вот-вот уже задымят, а уже кое-где и дымят печные трубы. Как ведется подготовка к отопительному сезону не только в частном секторе, как вы говорили, что проходят пожарные подворные обходы, но вот все-таки у нас многочисленные котельные и так далее, объекты, жилые и частные объекты, и государственные. Как ведется подготовка? Если начать с того, что общественные места, скажем так, массовое пребывание людей, они обязательно в порядке проходят паспортизацию, готовность к отопительному сезону, где также наши сотрудники принимают участие. Это смотрится на наличие уже, ну, преградива больше местных исполнительных органов по обеспечению отапливаемыми средствами, там, жидким, твердым видом топлива. А также с нашей стороны уже мы смотрим в данный момент котельные, если взять по школам, в каком они состоянии. Если есть какие-то нюансы, то они устраняются на месте или даются рекомендации до начала сезона. Это работа по общественным объектам. А по жилому сектору, как я и сказал, у нас уже с 15 августа по плану утвержденному проводится месячник пожарной безопасности. Это заранее. Порядка обращено основное у нас внимание. Есть список, который предоставляется у нас акиматами. Это у нас уязвимые слои населения, скажем так. Точные адреса, по ним уже отрабатываются совместно комиссионно, с приглашением представителей местных исполнительных органов, местной полицейской службы, участковыми проводятся такие мероприятия. В этом году, уже с 15 сентября, мы прошли более 15 тысяч таких жилых домов. Выявлено более порядка трех тысяч нарушений, которые устраняются, половина из них на месте, другие даются рекомендации. А также используем, как я изначально говорил, по онлайн режиму обучения населения. В прошлом году в целях профилактики пожаров и особенно отравления угарным газом службы ЧАЭС Алматинской области ряд жителей оснастили за свой счет. В качестве эксперимента поставили охрану пожарной сигнализации в дома. Будет ли продолжена такая работа в этом году? Будете ли вы оказывать эту помощь? Но на этот вопрос вы ответите после того, как ответите на вопрос нашего телезрителя, который сейчас дозвонился к нам в прямой эфир и хочет задать свой вопрос. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Как можно устроить работу пожарной части в Синдепартаменте телезрения? В Синдепартаменте службы по протушению? Как можно устроиться и куда брать? Спасибо. Ну, в принципе, это у нас открытый всегда для населения вопрос. Размещена сама процедура. Это у нас на сайте ДЧС. Если внимательно ссылаясь на термин, под законные ссылки там у нас указано. Я своими словами объясню. К нам пригодны к службе это девушки-юноши. Если по юношам взять, то они уже должны быть совершеннолетними. Если они устраиваются в органы гражданской защиты на Сижанские, это младший начальственный состав должности, то они должны иметь образование среднее, рост не менее 170 сантиметров. Если офицерское, то, соответственно, высшее образование. Также проходят, должны они, как и все госслужбы, пройти в центре, это сдать тесты. Затрудняюсь сказать точное название. Сейчас голову лицет. Это в автоцоне в данном случае, в Талдыкургане, проходят тесты. В спеццоне. В спеццоне, да. Там, получается, по первой, второй категории, это на офицерские должности, а по третьей категории на сержантские должности. Потом объявляется конкурс. Это когда накапливается, скажем так, небольшое количество вакантных должностей, а сразу же объявляется конкурс. Эти люди, которые уже прошли, они обращаются, оставляются заявки. В случае подходящей к вакуационным требованиям им дается направление на проведение медицинского состояния здоровья, а также профпсихопригодности. Потом дает физическую подготовку и проходит мандатную комиссию. То есть, достаточно серьезный процесс трудоустройства? Да, если даже обратить, в этом году, в сравнении с прошлым годом, вакантных должностей осталось очень мало. Потому что все открыто и прозрачно. Желающих? Да, желающих, да. Максимально у нас это публикуется в газетах и также в интернет-пространствах. Вернемся к вопросу о пожарной безопасности. Так продолжат ли вы вот такую благотворительную акцию, которую вы проводили в прошлом году? Да, здесь благотворительная акция, она началась с того, что проведен анализ. Я не скажу, что это сейчас она является, это у нас газоанализатор угарного газа, который установлен у нас были в частных домах. В том году проведена работа, Акиматом было поддержано это направление и выделена сумма порядка 69 миллионов тенге. На эту сумму были закуплены датчики угарного газа и по списочной, который давал нам органы социальной защиты, адресно там были установлены. То есть это социально защищенные? Да, да. Максимально были их, чтобы оснабить, они были там оснащены. Если взять, которые не всегда, конечно, к нам поступают звонки, но официально было зарегистрировано, насколько я помню, три случая в этом году, где извещатель своевременно оповестил о наличии и присутствии угарного газа. И тем самым были спасены жизни, в том числе и детей. То есть хорошая профилактика? Да, профилактика хорошая. В этом году, когда наши проходят сотрудники, также обход ЧЖД, они смотрят на наличие этих датчиков и рекомендуют их элементарно, бывает, чтобы... Почистить, поменять, провести техническое обслуживание. У нас есть еще один вопрос от нашего телезрителя. Это будет, пожалуй, последний вопрос в нашем сегодняшнем разговоре, поскольку время нашего эфира уже подходит к завершению. Итак, говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Задавайте свой вопрос. Алло, здравствуйте. Я заеду по... Извините, пожалуйста, очень-очень плохо слышно. Очень плохо слышно. Почему? Алло. Да, да. Я хотел представить, пожалуйста, спросить, почему у рядового и специалистического состава очень низкая заработная плата. Все ясно. Вопрос о заработной плате. Как всегда, людей интересует, почему низкая заработная плата. Настолько ли она низкая, насколько говорят граждане у нас сейчас? Ну, я бы... Да, действительно, у нас были такие вопросы по этой заработной плате, но государство нас поддержало. Точную дату я не помню, но в том году это у нас было повышение заработной платы, именно вот, которое... Плохо действительно было слышно, но, конечно, сказали сержантского состава. Да, сержантского состава у нас в том году было повышение на 65%. Если взять начальную стадию работы сержанта, скажем, органов гражданской защиты, она начинала сварьер от 60 тысяч тенге. После повышения данного надбавки, получается, они от 106 тысяч сейчас в данный момент идут. Ну, есть разница в действительности, и государство поддерживает в данный момент тоже. Это же все не сразу делается, рассматривается вопрос о повышении и выделении каких бы это льгот. Вопрос открытый стоит. Но работа проведена была в том году, она значительно улучшила материальное состояние данных сотрудников. Тем более там работают в основном такие люди-энтузиасты своего дела. Да, действительно. Это видно по пожарам, с каким вот... Можно сказать, человек, он не идет в гордон гражданской защиты, чтобы заработать огромные деньги. Больше у него патриотизм, то есть здесь не идет. Ну, в завершении нашей беседы я хочу вас поздравить с тем, что снова департамент ПЧС вошел в состав министерства, и теперь снова меняется вывеска, снова начинается реорганизация. И, как президент сказал, вернул гражданам нашей страны такую добрую и нужную службу, как чрезвычайная служба ЧС, настоящих спасателей. Вы какие надежды с этим испытываете? Ну, надежды у нас как... Это же тоже не просто так. Главой государства было принято решение о воссоздании Министерства по чрезвычайной ситуации. Это все взято из-за того, что сейчас в мире уже много проходит глобальных таких, скажем так, преломно-техногенных чрезвычайных ситуаций и принято создание МЧС. Я скажу, оно еще принято, это решение о воссоздании в канун 25-летия органов гражданской защиты в 1995 году. В октябре месяце было создан тогда первым президентом, указом первого президента, государственный комитет по чрезвычайной ситуации. Вот уже прошло 25 лет, и, в принципе, работа в этом направлении, она не нова. Просто сейчас с других министерств, с некоторых органов будут присоединяться к МЧС в соответствии с службой. Она будет умощаться и станет более мощной. Да, если взять конкретно, который народ знает, у нас идут департаменты по промышленной безопасности. Вот они у вас создаются, материальный резерв и так далее. Но это на сайте было много. Хорошо, спасибо вам за интересную беседу. Я пожелаю, как говорят у вас профессионально для пожарных, сухих рукавов. Ну, а всем остальным службам, чтобы у нас поменьше было ЧАЭС, чтобы сотрудникам служб ЧАЭС просто приходилось заниматься профилактикой, предупреждать нас о том, что можно и что нельзя. Прежде чем попрощаться, я пожелаю вам всем соблюдать правила пожарной безопасности, следить за безопасностью у себя дома, и все будет в порядке. Ну, а главное, всем нам здоровья, всего доброго. До следующей встречи в эфире телеканала ЖТСУ. До свидания.